К летним каникулам в Ленинске-Кузнецком откроют свои двери 13 пришкольных лагерей, лагерь труда и отдыха и оздоровительный комплекс «Уголёк». Также поступило две заявки на организацию лагеря палаточного типа. На территории городского округа предполагается открыть 12 дворовых площадок, в том числе на базе муниципального центра «Радуга». Лагеря дневного пребывания на базе школ начнут работу с 1 июня 2022 года. Оздоровительный комплекс «Уголёк», первая смена – это социальная, начнут работу с 6 июня, вторая смена – с 24 июня, третья смена – с 17 июня, четвёртая смена для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с 8 августа. И между третьей и четвёртой сменой будет палаточный лагерь с 28 июля 2022 года. На базе пяти учреждений культуры – Дворец культуры и искусства, Центральный дворец культуры, ДК имени Ленина, ДК «Строитель» и ДК «Никитинский» планируется открытие летних детских игровых площадок. Библиотеками города будут организованы летние читальные залы. Предполагается открытие 12 дворовых площадок. Кстати, приобрести путёвки в оздоровительный комплекс «Уголёк» родители могут по программе туристического кэшбэка. В течение пяти дней родителям произойдёт возврат половины средств от всей стоимости путёвки. Максимальный размер возврата составляет 20 тысяч рублей. Главное, чтобы оплата была карта «Мир», которая зарегистрирована в программе лояльности. При этом число поездок на одного ребёнка не ограничено. Путёвки в «Уголёк» на вторую и третью смену выставлены на свободную продажу. Стоимость путёвки на 14 дней 16 650 рублей. На сегодняшний день ведётся рекламной кампанией по продаже данных путёвок. Обязательным условием при проведении летней оздоровительной кампании всех форм отдыха и оздоровления является страхование детей. Размер страховой суммы на одного застрахованного ребёнка составляет не менее 800 тысяч рублей. Страховой взнос – не более 100 рублей. В соответствии с программой различными видами летнего отдыха в этом сезоне в Ленинске-Куднецком планируется охватить порядка 10 тысяч детей и подростков.